Дорогие коллеги, скажите мне, возможен ли однозначный ответ на этот вопрос? Была ли Вторая мировая война неизбежной? Вот мы можем сказать да или нет? Мне кажется, мы можем дать ответ. И положительный ответ, действительно, мне кажется, на мой взгляд, субъективный. Она была неизбежна по той политической ситуации, в которой платилась в день. Ответ принят. Есть еще варианты? Слушайте, так. Да, в том числе у нас случилось. Ответ принят. Ну, возможно, если бы несколько были пересмотрены результаты Первой мировой войны и Второй мировой войны, то была бы другая мировая война, может быть? Ответ принят. Смотрите. Три ответа, почти схожие, в чем-то существенно отличающиеся. Да, в чем? Третий ответ увязывает нас с Первой мировой войной. Первый ответ однозначный – да. Второй ответ, не менее показательный, да, могло бы пойти, наверное, иначе. Вот еще один вопрос и еще одна ситуация. Открываем школьные учебники. В первом учебнике мы можем прочитать. Первое сентября 1939 года началась Вторая мировая война, как результат мюнхенской сделки, которая направила гитлеровскую агрессию на восток. Первый вариант я могу назвать учебник, в которых это написано. Открываем другие учебники, школьные. Там написано. Первое сентября 1939 года началась Вторая мировая война в результате сговора Сталина с Гитлером, который был реализован в ходе 23 августа 1939 года, когда был подписан пакт о ненападении и секретный протокол к нему, в результате чего Гитлер обеспечил себе спокойный тыл на востоке для того, чтобы начать агрессию на Западе. Это второй вариант, и это тоже есть в учебниках. Есть третий вариант, совсем простых учебников, где написано. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Немцы подняли шлагбаум, устроили провокацию на границе и вторглись в Польшу. Скажите, какой из этих трех вариантов правильный? Какая хорошая подготовка у вас. Но такой ответ тоже неправильный, потому что в каждом из них есть своя доля истины. Согласны? В каждом из них. Поэтому я, пожалуй, в конце лекции скажу, можно ли ответить однозначно «да» или «нет». Потому что однозначный ответ есть. Судите сами. На этих кадрах лидеры четырех государств. Британия – Чемберлен, Франция – Деладье, Германия, Гитлер и Италия – Муссолини. Они ставят свои подписи по так называемым Мюнхенским соглашениям. Подписывает Гитлер. Подписывает Чемберлен. Подписывает Муссолини. Подписывает Деладье. Они думали тогда, что они подписывают мир. На самом деле они открыли ящик Пандоры для самой страшной войны в истории человечества. Мюнхенские соглашения стали прологом для Второй мировой войны. 70 миллионов жизней она забрала. Это одна из версий, о которой я вам говорил. Но даже в нашей историографии, в современной, я уже не говорю о публицистике. Это господствующая версия. Но не единственная. Потому что если начинается реально научный спор, и стороны начинают выдвигать аргументы за и против, вы начинаете понимать, что эти аргументы имеют право быть. Сейчас о них мы тоже поговорим. Итак. Какая война называется в Европе великой? Почему? Потому что это война, которая вовлекла огромное количество людей, государств, и привела к гигантским жертвам, прежде всего, западных держав. Франции, которая потеряла миллион триста тысяч человек. В Великобритании, которая потеряла порядка 750 тысяч человек. А вы сравните это со Второй мировой. Во Второй мировой Франция потеряла свыше 400 тысяч. В Великобритании 375 тысяч. Соединенные Штаты и того меньше. Германия миллион триста, Россия миллион восемьсот в Первой мировой. И это длилось без конца. И эта позиционная война могла продолжаться еще бог знает сколько, если бы в конечном счете не была истощена Германия. Но что произошло с Германией? Боевые действия где велись? На территории Германии был хоть один выстрел? Ни одного. Все велось на территории преимущества в основном Франции. И верденская мясорубка, и битва на Сомме, и все остальное. Получилось так, что Германия, которая вторглась, Германия, которая наступала, в итоге проиграла. Причем каким образом? Было подписано перемирие в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. И войска пришлось отводить. И кто были эти люди, которые возвращались домой? Вы наверняка читали ремарка, да, на Западном фронте без перемен. Психология этих людей была совершенно иной по сравнению с психологией тех людей, тех же самых, когда они уходили на фронты. То же самое произошло в Италии, которая потеряла свыше 700 тысяч человек, тоже гораздо больше, чем во Второй мировой войне. И вот эти гигантские массы, гигантские в прямом смысле слова, массы людей, сотни тысяч, миллионы людей, которые разочаровались в результатах войны, вернулись и попытались адаптироваться в мирную жизнь. Эти люди, пережившие ужас окопов, пережившие потери близких, родных, друзей, знакомых, и выбитые из мирной колеи, эти люди были готовы к насилию. Эти люди привыкли считать, что выстрел в человека – это норма. Если ты не согласен со мной, тебя можно уничтожить. Ты враг, белая, черная. И эти люди, когда увидели послевоенную действительность в Германии, разрушенной, нищей, с дикой галлопирующей инфляцией, когда они вернулись в Италию и увидели беспомощное правительство, которое не может выбить для Италии, которая в последний момент перешла, как вы знаете, в 15-м году из Тройственного союза в стан Антанты, ей по секретному договору лондонскому было много чего обещано, включая Далмацию, Истрию и так далее. Эти люди поняли, что они ради чего не сражались? Ради вот этого поражения, а в Германии добавьте к этому удар в спину, теория и лозунг, который активно пропагандировался, вот это веймарское, вот это правительство, вот оно, будущее правительство, которое согласилось, подписало, кто? Революция же нас вернула из окопов. На самом деле это было не так. Иными словами, образовалась гигантская масса людей, прежде всего в результате Первой мировой войны, в странах, которые проиграли, которые ментально готовы были к тому, чтобы взять в руки оружие, они привыкли к этому, к насилию, для того, чтобы добиться того, что они добились, и изменить мир в свою пользу. И вот это то, что мы условно называем реваншистскими идеями. Но одно дело, когда реваншистские идеи пропагандируются с трибун, например, с парламентских или университетских, и совсем другое дело, когда этими идеями охвачены массы. А чем отличается век предыдущий, 20-й, от века 19-го или 20-го? Его главное отличие – это век масс. Мы же никогда раньше не задумывались над тем, что в 19-м веке, в 18-м, в средние века, короли спрашивают и пытаются завоевать массы. Есть сузерен, есть крестьянин. А тут оказывается, что в 20-м веке массы стали субъектом исторического развития. Оказывается, они могут влиять, они получили право голоса, они могут что-то избирать, и они могут быть движимы определенными идеями. И это значит, для того, чтобы захватить власть, и тем более удержать ее, нужно завоевать эти массы и направить их в определенном русле. И кто это делает? Вот в этот переломный период, когда эти массы оказываются с оружием в руках, за них разворачивается острейшая борьба, которая в конечном счете приводит либо в тоталитарные тенденции, так как это произошло в тоталитарных и прототалитарных государствах, либо к усилению либерального настроя и политики социального реформаторства, но опять-таки для того, чтобы завоевать эти массы и пойти им навстречу. Иными словами, массы, которые стали основной жертвой Первой мировой войны, определяли во многом динамику исторического развития в 20 веке, после Первой мировой войны. И посмотрите на результаты, что мы имеем по итогам войны. Распались четыре империи, образовались новые государства. Империи, понятно, германская, российская, османская и австро-венгерская. Новые субъекты международных отношений. Победили страны Антанты и уселись устраивать мир. Каким образом? Победители краят мир по-своему. Кто победил, тот и прав. То есть по силе, но не по справедливости. Вопрос. Возможно ли по итогам войны распределить мир по справедливости? И что в этом случае понимать под справедливостью? Немцы были убеждены в том, они оказались главными виновниками войны. Ведь на самом деле, мы же знаем, что Первая мировая война родилась не в результате активной, агрессивной захватнической политики Германии. Нет, она была результатом предшествующего развития и целого клубка противоречий, в который были втянуты все ведущие капиталистические страны. И каждый преследовал свои цели. Это немного тема другой лекции, но мы об этом знаем. Для нас что самое главное? Что на Германию возложили ответственность и заставили, по сути дела, платить за Первую мировую войну как главного виновника этой войны. Что должны были чувствовать при этом люди, которые вышли из окопов? За что сражались? Эти люди, повторяю, вот эта масса была готова к тому, чтобы взять в руки оружие и уничтожить тех, кто их предал. В Италии та же история. Основной лозунг, который был после завершения войны в Италии, побежденная среди победителей. Она была среди победителей, потому что в 15-м году вступила в войну на стороне Антанты, но она не получила даже того, что ей было обещано по секретному лондонскому протоколу. Те территории, на которые она претендовала, часть Далмации, Истрии и так далее. Что это означает? Это означает, что люди, которые вернулись, вот эти самые экс-комбатенти, как их звали, это бывшие солдаты, бывшие военнослужащие. Муссолини был одним из них. Они готовы были направить свой взрыв негодования против тех, кто привел к поражению. А кто привел? Вот это правительство привело, которое оказалось совершенно неспособным решить задачи, которые стояли перед страной. Рабочие движения. Они бастуют, а мы сражались, мы воевали. И вот в этих условиях, в этих условиях, вопрос о сохранении власти, о сохранности власти, стал ребром. В одном случае тоталитарные движения, которые опирались и формировали свою массовую основу, пошли в лоб, пошли на штурм. Так, как это было в Италии осенью 22-го года, когда был организован этот так называемый, довольно пресловутый на самом деле, поход на Рим. Да, действительно, было четыре колонны, квадрумвиры, вели, да, но не было сопротивления. Король в последний момент испугался гражданского противостояния, гражданской войны. И не дал приказа о защите Рима, хотя на самом деле достаточно было одного полка для того, чтобы, в общем, эту плохо вооруженную команду разогнать. Германия Гитлер в 23-м году попытался копировать это дело через год, но это была полная катастрофа. Он сделал ставку на военных, привлек Гинденбурга, заговор, так называемый пивной путь полностью провалился, хотя по логике вот эти орды, которые он вывел на улицу, на улице Мюнхена, должны были двинуться на Берлин. Провалился, Гитлер отправился в тюрьму, стал писать свою пресловутую книжку «Майнкамф». Какую? О чем шла речь в «Майнкамф»? На самом деле в «Майнкамф» есть несколько идей, простых идей. Я бы даже сказал так, их всего, наверное, две. Если вот отбросить всю эту шелуху и ту воду, которую он без конца льет, там две всего идеи. Одна – это идея пангерманизма. Пангерманизма. То есть доминирование германской нации в Европе и объединение немцев в едином государстве – раз. И идея антисемитизма. Есть некая сила, которая в интерпретации Гитлера, которая стоит на пути развития европейской цивилизации. И еще одна очень важная мысль, которая есть про сути дела у всех. И у Муссолини, и у Гитлера, и у всех тех, кто так или иначе их поддерживал. Это мысль о том, что в новую эпоху, в век масс, массы должны быть другими. Это эпоха нового человека. Это эпоха человека, который способен собственным усилиям, собственной силой, собственной позицией изменить этот мир. Хоминес нови, так называемые. Это те, о ком писал Муссолини. Это новый нордический характер людей. Это чистые арийцы, о которых писал Гитлер. Чем они отличались? Эти люди были готовы к насилию над другими, и это объявлялось благом. Это объявлялось достоинством этих людей. И это культивировалось. Вот эти хоминес нови, их нужно было воспитать. И в Германии, и в Италии. Был взят курс на то, чтобы сформировать нового человека. Между прочим, новый человек был и у нас. И, как вы знаете, задачей культурной революции было воспитание нового человека. Человека социалистического образа. Но здесь речь шла немного о другом. Задача применения насилия в отношении других наций, рас, людей не ставилась при формировании нового человека в условиях культурной революции в Советском Союзе. Здесь была идея совсем другого плана. И вот эти новые люди, которых постепенно, к формированию которых призывал и Гитлер, и Муссолини вышли, по сути дела, на арену исторического развития. Иными словами, смотрите, та тенденция концентрации власти и решению вопросов силовым путем на основе исторической несправедливости находят постепенно понимание в массах. Здесь два процесса идут параллельно. С одной стороны, сверху процесс формирования представления о том, что мир должен быть переделан. С другой стороны, формирование массы людей, которые с этим согласны и готовы встать на этот путь. Германия оказалась жертвой. По результатам, которые были наложены на нее, она потеряла массу территорий, она лишалась всех колоний, урезана территориально, сокращалась армия до 100 тысяч, ей запрещено было иметь авиацию, флот, тяжелые вооружения, танковые войска. Рейнская область была полностью демилитаризована, это пограничная с Францией. Это уже по плану Дауэса нужно было выплатить 132 миллиарда золотых марок. Это в условиях абсолютно разрухи, в общем-то разрухи не в результате войны, а в результате истощения в результате войны. Конечно, Германия не могла себе этого позволить. Началась бешеная галлопирующая инфляция до тех пор, пока не появилась золотая марка и так далее. Это означало, что мало того, что она проиграла. Непонятно почему, потому что ее предали, но теперь еще нужно и платить. В итоге, кстати, она так и не заплатила этих денег. Она начала выплату, потом был принят новый план, план Юнга, и потом, когда начался мировой экономический кризис, практически все эти выплаты были прекращены. А за счет чего они делались, эти выплаты? Они делались в основном за счет кредитов, которые предоставляли для развития промышленности Соединенные Штаты и Великобритания, даже Великобритания. Поскольку других средств практически не было, они брали по плану Дауэса, эти деньги нужно было платить за счет прибыли железных дорог, а железные дороги в Германии были наиболее развиты, это была очень прибыльная отрасль, плюс за счет государственного бюджета, который пополнялся за счет кредитов. Иными словами, смотрите, в результате Первой мировой войны представление двух, как минимум двух государств Европы, причем самого крупного государства и наиболее мощного государства, Германии и Италии, сложилось представление о большой исторической несправедливости. И это представление вылилось в тоталитарную тенденцию, которая в конечном счете привела к появлению тоталитарных диктатур, хотя они были разные. В Италии это был довольно мягкий тоталитаризм, так они его и называют сами. В Германии это был твердый, жесткий тоталитаризм. И та, и другая страна, страна, не скрывая своих целей, ставили задачу передела мира. А мы с вами... И это подход к ответу на наш вопрос. Была ли Вторая мировая война неизбежна? В этих двух странах, пока остаемся в пределах Германии и Италии, подготовка к войне начиналась практически с момента появления этих движений. Берите, возьмем для начала философию Муссолини, человек, у которого не был философией. У него был набор идей, которые он воспринял с детства. Это была такая невероятная причудливая смесь. Причудливая смесь идей Джемса, английского философа, который говорил о необходимости прямого действия, только прямое действие способно привести к цели и решить поставленные задачи. Это была философия Ницше, связанная с формированием нового человека, отсюда вырастает Хомин и Снове. И плюс добавьте сюда еще анархизм Бакунина, поскольку его отец был анархистом-социалистом. И в детстве он в библиотеке находил книжки анархистов и читал эти книжки, насыщаясь этими идеями. Так вот, человек, лишенный определенной четко выраженной системы взглядов и жонглировавший идеями по мере необходимости, так, как ему это было необходимо, имевший только одну цель в жизни – власть, человек, вышедший из окопов и гениальнейший журналист, создавший собственную газету по полудетали, которая завоевала в течение взрывным порядком, завоевала массы, и прежде всего тех, кто вышел из окопов этих экскомбатентей, вот этот человек идет к власти с идеей ревизии Версальско-Вашингтонской системы, то есть той системы, которая сложилась в мире по результатам Первой мировой войны, и которая с его точки зрения, и тех, кто его поддерживал, была несправедливой. Гитлер, та же история, тот же ефрейтор, так же, как Муссолини Капрал, который с самого начала заявлял о том, что мы должны изменить мир, вернув справедливость. Это идея, которая захватывает массы. Каким образом? Ну, естественно. Каким образом? Войной. Версальско-Вашингтонская система с момента своего появления сеяла семена Второй мировой войны. Невозможно было. То есть она создала вроде бы новый мировой порядок, была создана Лига наций, которая в конечном итоге в ходе своего существования проявила свою полную беспомощность, не сумев, даже дав определение агрессора, как мы говорим, в 35-м году, когда Италия, в 35-м году, когда Италия вторглась в Эфиопию, она не смогла ничего сделать против этого агрессора. Иными словами, мир с точки зрения Германии и Италии, прежде всего, был несправедливым. А теперь ко всему этому добавьте еще одну. 1933 год. Гитлер не завоевал. Гитлер пришел к власти. И Муссолини пришел к власти. Муссолини более насильственным путем в результате так называемого похода на Рим. Гитлер в результате выборов. Это век масс. Масса решает. Кто был главным противником Гитлера на выборах? Коммунисты, судя по количеству голосов, которые подавали за него. Причем выборы проводились довольно часто. По результатам не могли договориться. Но в конечном итоге нацисты с их лозунгами, лозунгами передела мира, реванша, лозунгами уничтожения мирового еврейства. А знаете, кстати, кто был главным, вторым врагом у Муссолини? Вторым врагом было масонство. Он считал, что именно масоны, и в Италии есть масонский заговор, и их нужно ликвидировать, нужно вскрыть этот заговор и так далее. Гитлер приходит к власти. В 1923 году, когда Муссолини сформировал коалиционное правительство, ему понадобилось несколько лет для того, чтобы создать тоталитарные государства, принять целую серию чрезвычайных законов. В 1926 году чрезвычайных вроде бы временно, потом оказалось, что постоянных. И только после этого, да, сложилась тоталитарная система, система контроля, тотального контроля над обществом. Гитлеру для этого понадобилось буквально несколько месяцев для того, чтобы преобразовать страну и превратив ее в тоталитарное государство. Мы пока не говорим о характеристиках тоталитарного государства, для нас важна одна из этих характеристик. Это вождизм. Вождизм, который присущ любому тоталитарному государству. Любому. В обязательном порядке. Можно добавить еще несколько черт общепризнанных, хотя их бывает от 4 до 20. Но все они объединены. Вождь, харизматический вождь, дучи. Массовые организации. Век масс. Их нужно завоевать. Для этого создаются массовые организации, которые покрывают все общество. И в Германии, и в Италии, и в Советском Союзе. Это организации, которые охватывают все категории граждан, без исключения. Либо по интересам, в том числе то, что касается свободного времени людей, либо по партийному, молодежному и так далее признакам. Но общество охватывается целиком. И это обязательно унитарная идеология. Причем она может быть разной, эта унитарная идеология. В одном случае это построение, это формирование нового мирового порядка, где будут господствовать хомены с нови. Это новое государство, Германия, которое объединяет всех немцев, которое создает новых людей на основе генетического селекционного отбора. Ведь чем отличается нацизм от фашизма? Фашизм, фаши дикомбатименту, 19-й год, откуда происходит само название фашизма, не ставил своей задачей расовую чистку. До 1938 года. Муссолини вообще не знал, что такое антисемитизм. В его молодости у него было немало друзей, любовниц еврейской национальности. Когда в 1932 году он беседовал с немецким писателем Людвигом, 1932 год, еще до прихода Гитлера к власти, Людвиг его спрашивает, это 1932 год, а как вы относитесь к евреям? Что отвечает Муссолини? Евреи нормальные граждане Италии. У меня никакого плохого к ним особого отношения нет. Они есть там, все очень хорошо. Достойные люди, достойные граждане Италии. 1932 год. Спустя год после прихода Гитлера к власти Муссолини изъял весь тираж, но 20 тысяч уже успело разойтись. Причем разойтись по всему миру. Нацизм диаметрально противоположный в этом смысле. Новая раса, генетический отбор, есть некие, оказывается, физиологические принципы людей, которые делают людей неравными. И есть нордическая так называемая раса, и вообще расы достойные существования, в том числе белая раса. Все остальные это расы неполноценные. Когда в 1936 году в Берлине проходила Олимпиада, летние Олимпийские игры, в чем там была проблема? Олимпийский комитет совершил большую ошибку, дав право проведения Олимпийских игр Германии. Но Германия в ответ для того, чтобы завоевать это право, хотя Геббельс долго уговаривал Гитлера, что это нужно для повышения престижа Германии. 1936 год. Оуэнс, бегун из США, чернокожий, побил всех немцев и одержал три победы. И когда он поднялся на пьедестал, немцы даже убрали видеокамеры, потому что немцы стояли в фашистском приветствии, а Оуэнс гордо стоял в такой вот позе, вопреки всем нацистским теориям, доказав, что на самом деле все эти нацистские построения это откровенный бред. В этом разница. Муссолини тоже не признавал этого. До тех пор, пока не взял курс с 1937 года и не раньше на союз с гитлеровской Германией. И только в 1938 году появляется расовый манифест. Расовый манифест, из которого итальянцы с большим удивлением для себя узнали, что оказывается, они тоже принадлежат к избранной расе, некой особой, великой расе, которая не должна смешиваться с другими. Хотя они всю жизнь смешивались. Если Римская империя только тем и занималась, что расширялась во все стороны и смешивалась бог знает с кем. Со всеми подряд, я бы даже сказал. Ничего плохого об этом не было. Конечно, это были не нацистские законы, в результате которых евреи попадали в концлагеря, у них изымалась собственность, ликвидировалась собственность. На этой основе, кстати, еврейской собственности был потом впоследствии сформирован концерн Герман Геринг, государственный концерн Герман Геринг. Но и притеснений особых не было в Италии, там было 50 тысяч еврейских семей, им нельзя было занимать должности в государственном аппарате, в университетах нельзя было преподавать в школах, отдельные классы должны были создаваться, браки нельзя было и так далее. Ну, то есть, можно было жить с определенными малоприятными ограничениями. малоприятными ограничениями. Но к этому времени два вот этих режима уже шли близко друг к другу. Причем этот процесс обычно рисуется не совсем корректно, я бы сказал. Идеологическая близость, во-первых, была не настолько глубокой, как может показаться. И расовая проблема, с которой мы с Соленей не были согласены, потом вынуждены были согласены. И мы знаем это из бесед. Сейчас опубликованы и даже переведены на русский язык два великолепных документа. Вам, студентам-историкам, это должно быть интересно. Это дневники Галиа Цачиана, которые переведены, его зятя, министра иностранных дел, и дневники его любовницы Кларетты Питачи. Вот почему это интересно? Потому что он с ними был откровенен. И им не нужно было что-то выдумывать. А Кларетта Питачи каждый день записывала все, что он ей говорил, плюс там море слез, как обычно. Вот из этого можно взять кое-какие вещи, которые действительно рисуют нам Муссолини как человека, и идеологию, и идеи, которые им двигали в тот или иной момент. Что происходит? Постепенно сближаются, хотя очень трудно притираются друг к другу. Гитлер несколько раз пытался получить фотографию Дуччи, когда Дуччи был уже премьер-министром, а Гитлер только что вышел из тюрьмы. И вот этот малоприметный баварский шовинист совершенно не интересовал великого вождя итальянского народа. Дуччи. В 34-м году, в 34-м году, когда обозначились приоритеты, и Гитлер был уже у власти, вот он пришел к власти в 33-м году, и сразу заявил о том, куда идет Германия и почему Германия должна воевать. Он никогда этого не скрывал. Два года понадобилось с 33-го по 35-го, когда, вот если вы почитаете его речи, с 33-го по 35-й год, он опровергает в этих речах все то, что он писал раньше. Майнкампф. Потому что в этот период он считал, Германия должна выглядеть миролюбимым государством. Посмотрите эти два года. сплошное миролюбие, сплошная дружба народов. Что там только не было. Не волнуйтесь, мы никуда не пойдем. Да, у нас есть идеи, но мы не собираемся. Два года. До тех пор, до тех пор, пока он не окреп настолько, чтобы реализовать свои подлинные замыслы, свои настоящие идеи. Два года. Так вот, первая попытка, такая мягкая попытка реализации плана в 30... Гитлер в 33-м году уже в 33-м году на собрании своего генерального штаба заявлял, у нас должно быть секрет. Это сейчас стало известно, да? Тогда, разумеется, этого ничего известно не было. У нас есть три этапа действий, в соответствии с которыми мы должны вернуться, мы должны создать Германскую империю, Третий Рейх. Первый этап. Мы должны нейтрализовать те страны, которые мирным путем, нейтрализовать те страны, которые нам мешают и завоевать союзников. Имелось в виду прежде всего Италия. И хотя в самом начале, повторяю, Гитлер был никем для муссолини, но уже в начале, середине 30-х годов он понял, что это тот человек, с которым придется считаться. Это первый этап. На втором этапе можно приступать к боевым действиям, постепенно привлекая, воссоздавая империю и присоединяя немецкие меньшинства, которые есть на окраинах. И третий этап это тотальное господство. Но это было сказано для узкого круга. С 33-го по 35-й год, повторяю, публично Гитлер об этом не говорил. Хотя у него в речах, хотя у него в Майнкампфе и так далее, всегда были идеи несправедливого мира, несправедливого распределения ответственности по итогам Первой мировой войны, необходимости воссоздания справедливости и так далее. Что происходит? 33-й год. Это тот момент, когда, на мой взгляд, на мой взгляд, Вторая мировая война становится абсолютно неизбежной. С этого момента. Многие полагают, что это произошло еще раньше в результате тех противоречий Версальской системы, о которой я вам вкратце, очень вкратце рассказал. К этому моменту было еще одно очень крупное противоречие. Мощная страна, страна, которая пережила индустриализацию и переживала эту индустриализацию. Страна, которая шла совершенно своим путем, как эта страна с гигантским человеческим и материальным ресурсом позиционировала себя в мире. В политике Советского Союза всегда переплеталось в 30-е годы две линии. Линия Коминтерна, коммунистического интернационала. А вы знаете, что коммунистический интернационал это единая мировая коммунистическая партия. Так было записано в ее первом уставе, которая ставит своей задачей осуществление мировой социалистической революции любыми путями. И это одна линия, то есть подготовка этой революции, формирование коммунистических партий, которые держат курс на вооруженное восстание в этих странах по типу того, что было в России. Это первое. А с другой стороны были государственные интересы России, Советского Союза. Государственные, геостратегические. Потому что несмотря на то, что Россия не участвовала в урегулировании после Первой мировой войны, не считаться с ней было уже невозможно. Было уже невозможно. И поэтому политика Сталина состояла в том, что для нас идеально, для нас идеально, если вот все эти империалистические государства, а для него все империалистические, не только для него, и для правящей политической элиты этого времени, все империалистические государства враждебны, именно потому что они империалистические. И чем больше они будут грызть и бить друг друга, тем нам лучше. Иными словами, стратегия состояла в том, чтобы по возможности стравить их между собой, эти государства. И тогда империалистическая бойня по логике Первой мировой войны перерастет в гражданскую. Вот это была логика Коминтерна. 1935 год. Георгий Димитров выступает на этом конгрессе. Кстати, это конгресс, на котором Сталин даже не появился. Почему? Потому что он не был согласен с тем, что там происходило, но был вынужден это сделать. Георгий Димитров делает доклад, из которого следует, оказывается, что не все империалисты готовят войну. А есть главные поджигатели войны. Вот они. Германия, Япония, Италия. Они поджигают войну, говорят не только Георгий Димитров, но и те люди, которые с ним работали. И конгресс принимает это решение, что нужно прежде всего против них сосредоточить усилия в борьбе рабочего класса за мир. Это же прямо противоречило ленинской теории революции, которую а-ля сталинской теории. Перерастание войны империалистической в войну гражданскую. Это к чему приводит? К тому, что Советский Союз корректирует свою внешнеполитическую линию. В 1935 году заключаются два договора. С Францией и с Чехословакией. Договоры о взаимопомощи. Потому что было ясно, что невозможно остаться в стороне в грядущем конфликте. В идеале, конечно, как можно дольше продержаться в стороне. Этой логикой был определен Пакт 1939 года. О нем мы сейчас еще поговорим. А с другой стороны, было ясно, что в какой-то момент все равно придется воевать. Все равно придется воевать. Политическое руководство Советского Союза прекрасно отдавало себе в этом отчет. В результате в мире складывается уникальная ситуация. Если в годы Первой мировой войны, перед Первой мировой войной, мы видели один блок государств, второй блок государств, нейтральные государства, конфликт возникнет между двумя блоками. А что мы видим здесь? Мы здесь видим, это клубок противоречий, в котором можно выделить три центра силы. Несмотря на противоречия в этом клубке, у Советского Союза были противоречия практически со всеми, прежде всего идеологические. И никакой из этих государств не готовы было принять коминтерновскую установку на подготовку пролетарской революции, чтобы свергнуть тех, кто этими странами управляет. США, кстати, в наименьшей степени было. Как вы знаете, основная индустриализация у нас осуществлялась на базе тех закупок, от которых были 500 заводов, которые были перевезены из Соединенных Штатов в Советский Союз, в том числе вот этот знаменитый Сталинградский тракторный. И Хаммер, который вывозил ценности из Эрмитажа вагонами в наименьшей степени, плюс закон о нейтралитете в США, который был принят, который позволял им держаться как бы, как бы в стороне от европейских событий. С Японией, понятно, что было с Японией. Противоречие на Дальнем Востоке, противоречие прежде всего в позиционировании этих двух государств в отношении Китая, в котором проходила гражданская война, претензии Японии на то, чтобы доминировать в этом регионе, сейчас мы к этому вернемся. Противоречие с Великобританией и Францией одновременно. То же самое. Те же самые, прежде всего, идеологические, которые мешали нормальному взаимодействию. И плюс, помножьте все это, особенно применительно к пакту 1939 года, на тотальное недоверие. Вот иногда спрашивают, ну почему они не могли договориться все? Немцы договаривались, пытались договориться с англичанами. Немцы пытались договориться с нами. Мы пытались договориться с англичанами и французами, а потом договорились с немцами. Ну почему? Главная причина, на мой взгляд, в том, что никто никому ни в чем не верил. Ни одно обещание, ни одна подпись на бумаге не работало. Все понимали, что это временно, что это какой-то временный компромисс, что это отступление, которое все равно потом позволит мне плюнуть на это дело и осуществлять то, что является моим приоритетом, моей стратегической или тактической целью. Между прочим, Гитлер, после того, как он дал команду Риббентропу подписать пакт 1939 года, буквально на следующий день говорил своим генералам, это, какая вы равняется, что вы волнуетесь, я его выкину на следующий день, как только он перестанет иметь для меня ценность. Это временная необходимая мера. Не более того, он никогда не придавал значение бумагам, как и Муссолини, между прочим. А что делали англичане и французы после подписания пакта? Когда Чимберлен и Деладье приехали в свои страны, их встречали как миротворцев, они махали этими декларациями, это даже не договоры были. Это в ответ на продажу, фактически продажу Чехловакии, Гитлер подписал с ними декларации о ненападении. Мы спасли мир от войны. Как впоследствии сказал Черчилль, буквально вслед за этим, у Великобритании был выбор между позором и войной. Великобритания выбрала позор, чтобы потом получить войну. Это была правда. Китай. Революция идет. Ключевые противоречия с Японией. Мы помогали. Помогали Гоминдану. 1937 год мы посылали войска, давали кредиты, посылали наших советников, вооружение, танки, самолеты и так далее. Поддерживали. Укрепляли Гоминдановский режим. Это прямо противоречило позиции и желанию Соединенных Штатов и Японии, отношение которых к Китаю было прямо противоположным. Вот смотрите. Третий вопрос, вспомните, который я вам задал. Когда началась война? 1 сентября 1939 года. Нет. Открывайте еще одну учебник. Японский и китайский. Там будет написано, что она началась в 1937 году. Потому что это война мировая и она началась с агрессии. Причем было сначала в 1931 году. Помните конфликт на ВКВЖД сначала, захват Манчжурии, создание Манчжугу и так далее. В 1937 Япония захватывает уже значительную территорию. Вот она здесь обозначена. Монголия, Манчжурия и целый ряд других территорий. И продвигается дальше в Юго-Восточную Азию. Американцы провозглашают курс, открытый курс в отношении Китая. Открытые двери и равные возможности. Что это означает? Это означает, что они выступали за интегрированную целостность Китая. Они не стремились к его раздроблению, к его разделу на сферы влияния. Как раз именно к этому стремилась Япония. И англичане, которые занимали в это время наиболее привилегированное положение. Потому что это предыдущая сфера влияния англичан. Они давали наибольшие кредиты. Они контролировали таможенную службу полностью Китая. У них были наибольшие инвестиции и так далее. Которые должны были сидеть между двух стульев. Потому что, с одной стороны, им выгодно было бы все-таки сферы влияния. Потому что сопротивляться американцам с их мощью, уже в это время огромной мощью, они не могли. Но, с другой стороны, сохранить свое влияние хотели. И вот этот треугольник в Китае воевал между собой. Открытые двери и равные возможности означало проникновение США на основе принципов свободной либеральной экономики. Было бы полное подчинение стране. Иными словами, в 1937 году, по логике многих восточных государств, прежде всего, Японии и Китая, начинается Вторая мировая война. И, между прочим, знаете, какое государство больше всего потеряло во Втором мировой войне? Китай. 35 миллионов. 35 миллионов. Правда, у нас сейчас новые цифры появляются. Но 28 цифр, о которых мы говорим с вами сейчас, более-менее устоявшиеся. Но есть еще одна категория. Категория лиц, которые погибли вследствие, не прямое воздействие, а вследствие войны. Это люди, которые гибли от болезни, от голода и так далее. А не прямые военные потери. Так вот, клубок вот этих противоречий в конечном счете, ну, у Италии было со всеми понемножку, в том числе с Германией, как видите, поначалу, до определенного момента, до 37-го года, когда Муссолини, наконец, определился в своем выборе. Почему он определился в 37-м? Он поехал в Германию впервые по приглашению Гитлера, хотя Гитлер много раз его приглашал. И впервые, кстати, они встретились только в 34-м году. Впервые встретились. В Венеции, когда Муссолини сказал «сумасшедший», потому что Гитлер в два часа пересказывал «Майн кампф», он высунулся из-за «сумасшедший», как с ним можно разговаривать? Так вот, тогда же, в 34-м году, Гитлер сделал первый пробный шаг – захватить Австрию. Ведь идея пангерманизма состоит в объединении немецкоговорящих людей. И австрийцев он вынуждал признать, что они немцы. Он только на Швейцарию особо не покушался. А все остальные, и в дальнейшем, Данцевский коридор, Пруссия, судецкие немцы – немцы. И это не 80 миллионов, это должно было быть гораздо больше германской империи. Так вот, тогда Муссолини, как вы знаете, подтянул к перевалу Брейнера 4 дивизии, и Гитлер тут же отступил. То, чего не произошло спустя несколько лет, когда вдруг Муссолини заявил, уже взяв курс на Германию в 38-37 году, когда Гитлер предпринял очередную попытку и осуществил аншлюз, то есть мирное присоединение Австрии, так называемое, мирное, хотя это было подорвано все изнутри, и Австрия была вынуждена это сделать. Он сказал, хорошо, да, это меня не интересует. Но при этом три дня, трое суток отсиживался у себя на вилле и не высовывался. Для Муссолини, который привык давать эти интервью и позировать всюду в день по несколько раз, это был большой показатель. В ответ Гитлер написал, я вам этого никогда не забуду. И не забыл, 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и Муссолини уклонился, вопреки Стальному пакту в мае 1939 года, подписанному, он должен был автоматически включиться в войну. Но Италия увернулась от этого дела, вот, под прелогом того, что нужно еще много чего, и выкатила целый ряд требований Германии для того, чтобы принять участие в войне. Гитлер ему написал, я помню, что без черной рубашки не было бы коричневой. Я вам благодарен. И вспомнил про Мюнх, и вспомнил про Аншлю с Австрией. Вот этот клубок противоречий с тремя центрами силы должен был взорваться. Германия, Италия, антифашистские, либеральные демократии и Советский Союз. Сложность, подход практически каждого из них, о сталинском подходе, я вам уже сказал, он ничем, в принципе, не отличался от подхода западных демократий. Крылатое изречение Чемберлена для нас лучшим вариантом было бы, чтобы эти бешеные псы, Сталин и Гитлер, сцепились и разорвали друг друга, по сути, означало то же самое. То есть, любое столкновение двух блоков, третий блок выжидает, отсюда логика. Либеральные демократии пытаются, подталкивают Гитлера к агрессии на восток. Гитлер делает вид, в зависимости от ситуации, то ли он собирается на восток, то ли он не собирается на восток, то ли он разрабатывает план «Морской лев», который готовится к высадке в Великобритании, но у него уже готов белый план атаку на Польшу. Мюнхенский сговор, с которого мы с вами начали, происходит в результате того, что Гитлер обнаглел. Он понял, что если ему отдали Австрию, значит, можно двигаться дальше. Смотрите на соотношение сил примерно в это время. Я специально подготовил этот слайд, чтобы вы понимали, что объединенная мощь Франции и Великобритании, пока берем только эти две страны, превосходила в этот период германскую мощь. Совершенно очевидно превосходила. Здесь самое главное – ВВП по курсу. Вот суммируйте Великобританию и Францию против Германии. Далее такие мощные показатели, как нефть, угли, а самое главное – сталь. Автомобили и так далее – превосходила существенно. И вооруженные силы. Смотрите, Великобритания, которая огородилась кораблями, царица морей, даже никакой морской лев не сработал бы. Поэтому в итоге они туда и не пошли, гитлеровцы. Потому что понимали, что это обречено на поражение. Смотрите по соотношению численности танков, орудий. Если мы все это суммируем по боеприпасам и численности войск, то мы увидим, что суммарная мощность превосходила гитлеровскую. Более того, Советский Союз был готов поддержать Чехословакию в ходе Мюнсенского операции. И 30 дивизий готов был послать. Я заканчиваю. 30 дивизий готов был послать. Но не было разрешения на проход. Раз. А главное – не было политической воли. Не было политической воли на то, чтобы эти наши дивизии прошли. Не успеваю вам, к сожалению, рассказать подробно о Мюнхенской сделке, с чего мы начали. Но суть ее была в итоге проста. Когда Советский Союз понимал, что если она осуществится, это существенно, это реально приблизит войну. Почему? Ну, тоже китлер уже имеет развязанные руки. Потому что политика умиротворения, то есть отступления. Меня часто спрашивают, а почему они так себя вели? Да потому что войны не хотели. Потому что в их представлении умиротворение всегда лучше худой мир, лучше доброй ссоры. И действовали именно так. Это первый аргумент был. Понятный всем. И второй аргумент, что мы все равно его натравим на восток. Потому что антикоммунизм Гитлера никогда не скрывался. И мы его туда... И этой логикой объяснялась позиция и в ходе Мюнхенской сделки, и дальше. Которая в конечном итоге полностью обанкротилась после захвата всей Чехословакии, Богемии и Моравии, буквально уже весной 1939 года. Кстати, Черчилль был единственным, кто с самого начала, даже будучи в отставке, говорил о том, что у нас неправильная политика, что главный враг Гитлер, и что политика уступок приведет к страшной войне. И был в этом смысле абсолютно прав. Так вот, по результатам этого раздела, это был колоссальный триумф гитлеровской дипломатии. Посмотрите, найдите мне еще один раз, еще какой-нибудь пример в истории, когда мирными средствами, по сути дела, хотя и силовыми, завоеваны мирным путем огромное пространство в центре Европы. 1939 год, и это последнее, о чем я вам хочу сказать в результате. Есть разные оценки нашего пакта и секретного протокола к нему. Секретного протокола. Одна оценка та состоит в том, что он открыл ворота для второй, открыл, дал возможность в начало Второй мировой войне, обеспечив Гитлеру тылы на Востоке. Вторая оценка состоит в том, что было больше плюсов, чем минусов. Почему? Отсрочка от войны, отодвинули на 300 километров границу, создали 125 новых дивизий, пополнили офицерский состав, полностью вырубленный предыдущими чистками. А что сделала Германия? Мы иногда забываем об этом. Германия в это время в результате двухлетних операций 1939 до начала 1941 года в три с половиной раза увеличила свой промышленный потенциал, в три раза увеличила человеческий ресурс с 80 миллионов, там до 300, не помню сколько, в четыре раза увеличила, в два раза увеличила численность вооруженных сил с 3,5 миллионов до 7. И это были люди, которые получили опыт ведения военных действий. Вопрос, кто в результате получил больше, а кто меньше? И даже в тот период наши руководители, тот же Жуков, понимали, что это была большая стратегическая ошибка. Почему? В мемуарах Жукова, а мы можем опираться только на документальные свидетельства, написано, что Сталин хотел обвести Гитлера вокруг пальца, а получилось все наоборот. И даже в 1942 году, такой мудрича, как Молотов, встретившийся со Стрендом, Стренд это был переговорщик в 1939 году от англичан, в 1942 году сказал, мы с вами совершили много ошибок, имея в виду пакт 1939 года. Вот теперь вы сами понимаете, что война была неизбежной. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо.